Ти Рамп, спасибо большое за донат. Деформированные породы собак. Ну я деформированная собака. Лично я деформированная собака, а ты? Привет, детишки. Я хочу рассказать вам о разведении собак. В наши дни собак обычно держат как милашек спутников. То есть породы стали выводить не ради функциональности. Подрубил утренний стрим ненадолго называется. А ради милашности. И это нормально, если мы не выходим за рамки природы. Но для современного заводчика этого мало. Как же сделать собаку милашнее? По-видимому, генетически отвратительно деформируя ее. И скорее всего, ты слушатель с этим согласен. Но просто еще не знаешь об этом. Приведем пример. Видите? Это сравнительно нормальная собака. Обратите внимание на морду, глаза, на форму головы. Вполне похоже на волков, от которых произошли современные собаки. А теперь я покажу вам несколько других пород. Первая это Бультерьер. Сто лет назад. Все еще более-менее, да? А вот современная версия. Господи! Нафига собаке морда, верно? Сделаем ей сплошной, загнутой, как бумеранг череп с парой крохотных дырочек на конце. Не, серьезно. Кажется, будто тукан натянул на себя костюм собаки. А посмотрите на эти глаза. Они всегда глядят в небо, как бы вопрошая, господи, почему ты это допустил? Пожалуйста, убей меня. Ребята, помните с пацом Маккензи, прежнего талисмана пива Бадлайт? Я, наконец, понял, почему из всех собак они выбрали именно Бультерьера. По нему кажется, что его мама всю беременность пила один Бадлайт. Дальше у нас Молкс. Мне за это скорее всего... Так, сейчас, одну секунду. Так, продолжаем. Мухтары генетически деформированные псы. Песы, ну, не знаю. Если те конкретные мухтары, о которых, как бы, мы все подумали, то что-то такое, да. ...тего прилетит, но мне плевать. Их нарочно выводили с целью выглядеть так, будто им по морде дали сковородой. И по этой причине, потому что у них череп имеет форму банки с килькой, им всю жизнь тяжело дышать. Вы видели мопсов? Они постоянно, при любой температуре и погоде, они стоят такие... И людям эта хуйня кажется милашной. Если бы мой малыш родился с плоским носом, с зайчий губой, цилиндрической головой, без шеи, такой... Я бы сказал, ёб твою мать, су его обратно, он еще явно не доделался. Следующая такса, и это уже ни в какие ворота. Голова вроде нормальная, но тело, господи боже, у них туловище похоже на держатель двери, а лапы будто случайно приделали скобками. Давненько я вам не показывал, как выглядит нормальная собака, так что вот. А теперь я быстренько открою фотошоп и сделаю нужные изменения, чтобы эта собака стала похожа на таксу. Ну вы гляньте, это ненормально. А может, ну их вообще эти лапы. Продолжайте выводить, чтобы осталась только большая куриная ножка с головой. И это бессмысленно. Просто однажды кто-то подумал такой, все любят собак и все любят хомяков. А давайте сделаем какую-то чудо-едовую помесь и посмотрим, что выйдет. Но моя самая нелюбимая порода из всех, это полнейший пиздец по всем фронтам и свидетельство ненасытной жажды людей уродовать природу. Я говорю про чихуахуа. Словно взяли нормальную собаку и выпарили из нее все свойства, кроме злобы и невротизма. И получилось это маленькое исчадие ада. Это еще безобидное фото. Гляньте вот на это. Вызывайте священника. И мы даем этим тварям жить у нас дома. Эта бедная женщина однажды проснется с отгрызенным носом и скажет, кажется наш виляйка ночью проголодался. При этом собака стоит такая. Крови. Единственное время, когда они не бросаются на людей беспричинно, это когда они ссут, срут и облевывают все вокруг. И казалось бы, такая мелкая собака будет безобидной хотя бы в плане отходов. Но как и само животное, его крошечные отходы буквально... Ебаный... Ебаный в рот, блядь, господа. Сейчас, тут у меня полная хуета произошла. Видимо, кабель как-то, блядь, закоротил этот айфоновский, который я пытался... Который мне пытался, блядь, поставить на зарядку Даши... Телефон... Блядь, а куда его тогда поставить? Сейчас, эм... Ладно. Сейчас досмотрим, буду потом понять. Словно частичка вечной ненависти Чихуахуа ко всему сущему, воплощается и в каждой его какахе. Я охотнее уберу с пола говно взрослого мужика, чем буду вытирать септический кошмар нечистот Чихуахуа. Единственный плюс владения Чихуахуа в том, что если он вдруг подхватит бешенство, то с ним ничего не будет. Потому что разницы нихрена не будет. Он так и будет делать. То есть всё как обычно. Это был мой небольшой наезд на уродцев прямо у вас под носом. Я Сэм Монелла, и спасибо за просмотр. Бля, пиздец, пропало. Сам Сэм Монелла. Сэм Монелла. Бля, 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 фу, противная собака. Короче, чё-то камера... Не знаю, бледунствует непонятно, чё за хуйня. А-а-а! Понял. Всё. Сейчас... Сейчас появится, блядь? Надеюсь. Эээ, пизда.